МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На дистанциях от 6 до 22 километров бегут более сотни любителей бега. Бок о бок соревнуются школьники и ветераны. Многие впервые вышли на трассу, чтобы победить, прежде всего, свою лень, свои страхи перед физической нагрузкой. Я мечтал попробовать свои силы. Для себя я бегал, тренировался, легкие пробежки. Но решил проверить свои силы, как получится, не получится. Получилось, слава богу. И дальше буду участвовать в таких мероприятиях. Марафон мечты – только малая часть большого грандиозного праздника – Дня физкультурника. Он проходит в регионе традиционно во вторую субботу августа. По данным регионального Минспорта, на сей раз на спортивные площадки области вышли около 30 тысяч ульяновцев. Родившийся еще в советские годы День физкультурника и ныне не теряет своей актуальности. Нам нужны сильные нации. А здоровье – это опора вообще государства. Поймите, когда сильные нации, тогда сильные люди рождаются. Когда у нас есть боевая единица в армии, поймите, мужики нормальные. А то в 90-е годы отжаться не могли, понимаете. Сегодня совершенно все по-другому. Прославленный хоккейный галкипер – почетный гость официальной части Дня физкультурника. В ее рамках подписывают соглашения между региональным Минспортом и Отраслевым профсоюзом. А также чествуют отличившихся. Среди них – ведущие спортсмены и специалисты отрасли. А новый министр Назир Шамсудинов возвращает всех ненадолго в рабочие будни и представляет новую концепцию развития ульяновского спорта. Вот именно такие праздники, как сегодняшний, очень четко вписываются в концепцию, представленную сегодня новым нашим министром Назиром Шамсудиновым. Потому что, чтобы продать товар, а как ни крути, спорт – это все-таки уже товар, нужна хорошая рекламная акция. И вот такие праздники – это самая здоровская рекламная акция. И все же День физкультурника – это не официальные речи, а прежде всего – состязание на спортивных площадках. Каждый участник может выбрать себе занятие по душе. Кто-то играет в малоненосные шахматы, кто-то в баскетбол, кто-то оттачивает боксерские удары. Находится место и словом «экстриму». На Соборной площади впервые соревнуются сухой гребли. Это мои первые соревнования по сухой гребле. Так сказать, я обычный дилетант. Просто хожу в спорткомплекс, система для себя. Ну, очень здорово, конечно, тяжко, но я думаю, мы не хуже всех будем. Грамоты и медали за победы и рекорды – не главное, говорят участники спортивных баталий. Главное – зарядиться положительными эмоциями и привлечь в спортивные ряды как можно больше новых сподвижников. И с этой задачей День физкультурника, безусловно, справился на золотую медаль. Михаил Сашанский, Новости Ульянской правды.